Добрый вечер всем еще раз, дорогие друзья! С вами Друг, с вами Мисс Туре игрокам ТВ при поддержке Team Empire. И мы начинаем трансляцию матча Team Empire против коллектива 4L. Назывались они как 4L. В общем, в списке, ну и черная лошадка так-то расшифровывается. Черная лошадка, возможно, это аналогия с темной лошадкой, возможно, это просто обычный черный конь или лошадка, как выразились организаторы этого коллектива. Но сам факт. Коллектив дошел уже до 1.128. Значит, где-то сильный, где-то потрепал уже соперников. Ну и чем дальше, тем сложнее должно быть, по идее. Первый матч, с которого мы начинали, закончился за 11 минут. Команда Empire, в принципе, просто поразвлекалась с, по-моему, что-то там Old Stanley, как-то назывался коллектив. Old Stanley, по-моему. Вот. Дальше было немного посложнее. За 25 пришлось сражаться. Что будет сейчас, в принципе, пока не ясно. Черная лошадка забирает себе гирокоптера первым же пиком. В баню отправляют Шейкера, в баню отправляют Баунти Хантера. Ну и Найт Сталкер от Team Empire. Шейкера забрали. Теперь кого брать резолюшену? Непонятно. Ну и видим, что пик точно повторяет позапрошлую игру. Найт Сталкер и Бэйн, они отправлялись на сложную линию и там вдвоем просто издевались над Триплой. Луну загнали, Огрмага загнали, загнали Дизраптора там. Все были очень мягкие и рассказ, в принципе, с двух скиллов, Брейн Цап и его и тот Найт Сталкера не переживал практически никто. Все это закончилось рампагой Рубика на хайграунде. В общем-то, очень все складно получилось у команды Empire. Посмотрим, как будет на этот раз. Ну и по банам. Team Empire, это Darkseer и это Queen of Pain. Даззл, вот черные лошадки в пик. Вот они Сейвы, вот они Грейв, который, в принципе, дает Геррокоптеру возможность раскастоваться полностью. Поэтому пик, в принципе, удачный. И с Интернешнала никуда он не делся, как присутствовал в Мете, так и остается в Мете. Doom появился, правда. Появился Найт Сталкер в роли Керри, ну или хотя бы фармящего героя. А так, в общем-то, изменения даже после выхода нового патча 6.85, где много чего порезали, много чего добавили. В принципе, новых лиц появилось немного, хотя старые вот постепенно ушли в никуда. В частности, посмотрите, никаких лошадков, никаких Шторм Спиритов. Резанули прилично, и теперь эти герои просто-напросто не появляются, сидят где-то на помойке с теми, о ком давным-давно забыли. Тускар отлетает в баню от Team Empire и четвертый бан от них. Ну, в свою очередь, Черная Лошадка отправляют в баню Shadow Fiend'а и также в баню отлетает Эмбер Спирит. Ну и четвертый бан от Team Empire. Пока задумались, ноу-фир что-то приуныл немножко. Ну, ждем. Ждем, смотрим. Бэй Найт Сталкер, ну это, скорее всего, Доблана, который отправится на сложную линию. Необходим Мидлейн, необходим, естественно, Керригер и необходим еще саппорт для Лоха Дэнса. Ноу-фир, скорее всего, будет играть на бэйне. Ну, здесь в Черной Лошадке понятно, что знать не знаю, кто такие. Серхио Агуэро Агуэро Хит 437 Феникс Джиэл Догма и Миттлмама Чиэл Миттлмама Единственный человек, у которого перед никнеймом есть имя его команды. Может, в принципе, это и какой-то обычный стак, который сегодня собрался за 6 часов до начала трансляции, до начала вообще матчей. А может, и того раньше. Ой, и того точнее позже. Клокверк отлетает в баню Тим Эмпайр и Дум залетает для Сайлента. Посмотрите, комба просто повторяется. Я так понимаю все будет 1-1 с прошлым матчем. Кто-то был на мидлейне-то. СФ СФ тогда был на мидлейне, но СФ здесь в баню отправился. Но в целом с позапрошлым матчем очень схожая вообще ситуация. Три из трех героев те, которые были там. Ну и практически все основное время израсходовала черная лошадка. Есть над чем подумать на самом деле. Мета у Эмпайр ну так достаточно свежа. В общем-то что-то новенькое есть. Спиритбрейкер у черной лошадки рожденные побежать. Ну и 30 секунд остается у Эмпайр основного времени. В принципе, минута есть на то, чтобы подумать. Мидлейн нужен и нужен хороший саппорт. Я думаю, Рубик точно так же будет заходить для Алоха Дэнса, как и заходил для этого. Можно у гирокоптера что-то стянуть. Можно просто гирокоптера задизейблить, поднять тот же Телекинеса там с этим гирокоптером быстренько разобраться, дать ульту Дума или Сала дать, да что угодно. Но все равно думаю, Сэфа нет на мидлейн. Кто же на мидлейне мог бы здесь смотреться хорошо? В принципе, по демеджу да есть еще, ребята, по демеджу да, вот про Ланаю как раз-таки и хотел сказать, просто очень долго запрягал свою речь. Темплар Ассасин появляется в пике команды Эмпайр. Против гирокоптера можно биться, в общем-то, и против спиритбрейкера можно биться. Куча демеджа можно нейтрализовать, если вдруг на тебя выйдут. Точечные эти удары у того же спиритбрейкера благодаря Charge of Darkness, конечно же, и благодаря Незерстрайку все это одним нажатием клавиши Q можно пережить без каких угодно травм для себя. Темплар Ассасин появляется в пике Тим Эмпайр. Думаю, я думаю, отправится на легкую. Бэйнайт Сталкер сложная, Темпларка Мидлейн, и еще один саппорт для Алоха. Ну, в принципе, ставлю на Рубика. Беспроигрышный вариант практически в любой ситуации, тем более играет хорошо Алоха Дэнс на данном персонаже. персонаж фактически его, и уже три матча, я думаю, будет сыграно, и вообще все будет хорошо. Два предыдущих, в принципе, без проблем, препятствий как таковых, и не создали ему соперники. Спиритбрейкер, я думаю, оффлейнер, скорее всего, в данном коллективе. Дазл с саппортом пойдет к Гирокоптеру, Мида нет, и нет еще одного саппорта у Черной Лошадки. Ребят, по поводу стандартного комментатора, вот вижу сообщение в чате от Ральф322, поставь стандартного комментатора, пожалуйста, убери Бриста. Дико бесит меня этот Брист, и стандартный комментатор нравится намного больше, и Банша нравится еще больше, но я в реборне не могу разобраться, где там что вообще менять. Внутри игры начинаю менять, но он остается, а до игры влезть и поменять что-то все время забываю. Постараюсь на следующую игру убрать его, но пока придется терпеть. Разор снова пятым баном от Team Empire. Тут прям по классике. Но это и не удивительно. Соперники их практически не наблюдают, не имеют возможности смотреть их матчи, и что сейчас пикает Empire, понятно, знать не знает никто. То есть их следующие соперники играют свою игру, они не смотрят за тем, как Империя реализует свои пикабаны. Поэтому и подстроиться тоже толком не могут. Хотя, вот я же говорю, стандарт стандартов у Team Empire, третью игру практически одно и то же. Винтерн Виверн в бане черной лошадки и последний пик от Team Empire. Будет не будет Рубик тут, ромашка, Вич Доктор. Вич Доктор последним пиком и вот он герой для... Для, 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 для... Теперь непонятно. Одно из игр No Fear играл на Бэйне, Вич Доктор сейчас будет для No Fear или все-таки Алоха Дэнс его заберет? Ну, скорее всего, Алоха Дэнс. Бэйн как-то номинально больше к стилю игры No Fear подходит. Да и на сложной линии они с Night Stalker уже отстояли. Ну и минимум времени у черной лошадки остается до пика. Взяли на мидлейн Лину. Не сказать, что у Темпларки там большие проблемы против Лины. Рефракшн делает свои вещи и эти одноразовые сплы в принципе все и выйдется благодаря рефракшну и Темпларка если с руки не будет сильно получать, то и все эти задувки и лайтстракеры будут не слишком и сильно жизнь портить Темплара Ассасин. И последние 15 секунд у черной лошадки в принципе сейчас уже мы на матче переключимся. Брудмазер последним пиком у черной лошадки линия сложная будет не только сложной но еще и опасной. Скорее всего Бруде отдадут ее Спиридбрейкер просто будет носиться по лайнам а Бруда тем временем должна будет должна будет съедать хотя бы один лайн это ее основная цель. Пожелаем удачи командам безусловно больше удачи конечно желаем Team Empire они играют открытые квалификации в принципе не сказать что особенно заслуженные но там были изменения в составе там были траблы и забросили их аж в Open Qual и чтобы попасть на региональные квалификации необходимо в этих Open Qual доказать что ты достоин по-моему если не ошибаюсь два места из открытой квалификации попадает на регионалку два или три места но ни одно это точно Resolution на Night Stalker ему помогает Aloha Dance на Бэйне все-таки это его позиция будет Templar Assassin от Йоку на мидлейне Witch Doctor от No Fear и Silent будет играть на Думе ну Fear такой более мягкий хилповой похилить подсейвить умереть вместо кого-то вот Aloha Dance более боевой саппорт ему все время надо быть где-то в центре где-то дэмэдж какой-то наносить забирать экспириенс забирать золото забирать фраги все вообще что только Aloha Dance может забирать ну и на топ руне скорее всего будет у нас файт Templar Assassin уже близко Aloha Dance здесь непонятно чем ловить кстати Nightmare могут и поймать да Nightmare дают на Гирокоптера пошли каски Гирокоптер в очень неприятном положении проснется здесь еще и откил прокачал себе дазл хотя ноуфира знатно потрепали Гирокоптера засейвили ну и все и в итоге только ноуфир потерял 70% хелспоинтов и отсюда уходит Сайлент к руне не дошел как я понимаю Бруда забрала в баунте руну на нижнем лайне ну и стоять соло Сайленту против Брудмазер ой как неприятно будет у Дума вообще все не так-то сладко этот ноль дефа он всегда дает о себе знать Брудмазер из тех партизанов которые один удар физически сделали и исчезли сделали и исчезли и когда у тебя так мало дефа то у тебя любая тычка в принципе будет проблематичной так что Серхио Агуэра Серхио Агуэра имеет все возможности в принципе Думу потрепать и нервы и здоровье и и фарм тем более ну и Резолюшн в роли фармящего героя на топ лейне помогает ему Алоха Денс на бейне ну и интересно понаблюдать за противостоянием Темпларки против Лины тут больше в ключе интерес больше в ключе того как Йоку будет стоять на центральной линии еще раз повторюсь это не самое привычное вообще для меня даже действо когда Йоку стоит на центральной линии а Резолюшн где-то на сложный там фармит или терпит как пойдет уже в предыдущей игре терпел в игре перед этим фармил ну и сейчас по идее тоже Резолюшн должен фарм отсюда выносить Герокоптера смогут трепать в принципе у Найт Сталкера неплохой Хапориген два Манго если что будет и Мана Мана-Мана Резолюшн еще умудряется в лесу подворовать немножко фарм стаки толком делать не удается командив черная лошадка ну тут естественно классовая проблема присутствует Empire должна быть выше классным чем аматорский коллектив Брудмазер просто за счет вебов уходит в сосны в этих трех соснах стоит получает экспу вард ее палит аж на линии вот сейчас Серхио Гуэра появился Сайлент его прекрасно видит но нападать не нападают Сайлент более важные вещи он фармит гляньте как много манго здесь в закупе вообще империи так хита поймали лайтстрайкеры себе под ноги еще один удар по хиту и он в принципе умирает но у Йоку нет сапога здесь тоже нет сапога так 309 здесь мукспит а здесь 305 ну и хит в итоге отсюда уходит и лоу хпшный ноу фир еще внизу чуть было не сделали фестблат а не таки сделали фестблат да если я не ошибаюсь или отдалась кому-то да все таки отдалась бруда бруда погибла и поделили ее фб не озвучил комментатор у нас потому что разделили между двумя фактически фб еще не было но тим эмпайр ведет по счету 1-0 по голде полторы тысячи по экспириенсу тысяча даже на третьей минуте это уже какое-то преимущество прослеживается как тут по фарму гирокоптера 9 на 4 по крипам у него резолюшина 13 на 3 уже рожденные побежать и побежали миттумама бежит у нас миттимама бежит у нас прямо на резолюшина тут надо алуха денсу немножко в себя прийти ну и пока что найтмэр просто на гирокоптера чтобы был шанс у резолюшина свалить свалил ну не печалится по этому поводу роман совершенно феникс почувствовал опасность кстати если бы резолюшин за ним побежал и дал бы войд сейчас то по идее и съел бы дазла но не рискнул лина лоу хпшная отсюда не уходит чего-то ждет и чего же ей ждать еще кроме как бутылки в курьере батла уже летит лине темпларка темпларка уже с батлой у темпларки есть рейсбэнд сверху еще немного золота есть и тапок уже для йоку летит да пол фарму тут все поинтереснее у темплар осасин 2000 у нее у лины всего лишь 1350 так что мидлейн смело можно говорить что на данной стадии выигран ну и вообще три топовых нетворса на карте за команда импайр это резолюшин это сайлант и это йоку на темплар осасин ну темпларка в любом случае сейчас в топе вполне по силам все для йоку ну а как же дела у гирокоптера 16 на 5 у него в это время у найт сталкера 18 на 4 он еще и в лесу умудряется поесть и своих крипов ну то есть крипов соперника тех которых надо ему убить и нейтралов ну и практически ничего не пропускает хп реген очень в принципе неплохой с танго вроде и плюс 2 а вроде и напрягаться особенно на найт сталкеру не надо у него 6 деф у него есть стаут шилд ну и сильно руками его пробивать не пробивают и вообще сам по себе хп реген 5 так что очень круто фактически у него ринг оф хелс лежит с собой что очень даже все удобно вышло ну савента 32 на 12 по крипстату уже обгоняет даже йоку темпларк у нас 33 всего имеет ну и серхио агуэр всего лишь 9 на 1 не так все просто для бруды как это обычно бывает в топовых коллективах на сложной линии вспомните какой-нибудь айс 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 к этому моменту уже где-то под т2 стоял и доедал его ну и 5 с лишним минут сыграно пока доминация team empire чувствуется но она не радикальная в принципе играть с ними можно кстати под меледиктом скорее всего бруда здесь догорит меледикт еще и второго левела ну и еще один удар после просветки бруда никуда не денется ноуфир пошел спасать сайлента 2-0 ну и вот второй фраг на той же линии на которой фб был сделан 428 по голде team empire по экспириенсу тоже там какие-то свои копейки зарабатывает на ранних стадиях в общем-то неплохой буст и пока все достаточно неплохо идет для team empire конечно они играют не против там именитого коллектива они вообще играют против коллектива к счастью у которого есть логотип и есть имя до этого коллектива вообще были без лого а тут я посмотрел на фейсити у этой команды даже свое лого есть картинка против их имени и думаешь ух ничего себе вот это вот это уже серьезно это уже это уровень это соперник так брат он там где-то наполучал но это по-моему все в лесу настакал он для лины скорее всего здесь по парочке на первых двух спотах ну и лини пора уже и пойти поформить это не так просто будет лайтстрайкеры порезали я думаю вы в курсе если нет то обратите внимание на цифры с 80 до 200 раньше четвертый уровень прокачки давал 280 это больше чем 200 в целом так что будьте уверены резанули очень даже хорошо разгон здесь на ноуфира но по идее здесь феникс должен умирать так феникс гейл отправляется у нас в таверну лина в это время еще и на мидлейне огребает от темплар ассасин ну и разгон скорее всего остановился нет решил митти мама подраться и это худшее за его решение за сегодня разгон не самый удачный от хилл пошел по всем от ноуфира и минус 3 делает команда импайр в разных частях карты здесь двоих разобрали на мидлейне в это время йоку убивает еще и лину таким образом преимущество становится просто неприличным почти 5000 на 7 минуте это поверьте мне много ну и сайлент начинает постепенно выжигать здесь таракашек побежал за ними у него есть цель ну и разгон на сайлента баратрум если и влетает то у баратрума третьего левела сразу же случается инфаркт это факт стопроцентный потому что есть здесь дум ну и смотрим за сайлентом нет скорее всего будет уходить здесь 3 человека в общем то можно размансить и не самый мобильный герой это коровище с огромным мечом дум естественно не очень быстрый ту же бруду с 470 скорости бега вообще не догнать поэтому лучше просто отойти большой сильный крепкий убить его не убьют никоим образом он восьмой с половиной левел тут третьего левела баратрум прибежал ударился об стенку бетонную развернулся ушел просветка пошла и будут скорее всего ловить бруду да дум я думаю не должен жалеть сайлент хотя ни к чему даже в принципе ульту можно было и сохранить да еще и тараканов здесь поперебивают всех ну и сайлент зарабатывает деньги сайлент просто бегает под ним горит земля и откуда-то вылетают смешные цифры хит 400 сколько-то там 437 тоже отъезжает в таверну счет 8-0 ну и импайр просто понесли своего соперника лоу хпшный здесь мид тиммама резолюшн переключается в это время на феникс гэл ну и под урной догорает в итоге у нас спирит брейкер резолюшн выходит за следующей целью еще одну баночку повесил и дазла просто распилили пополам урна пополнена есть пауэр трэдс уже есть урну в шаттус на девятой минуте тысяча голды у резолюшна на руках в общем-то линия это опять стало выигрышно сложная линия где стоит бейн вместе с баунти хантером второй раз за сегодня оказывается ну с невероятным преимуществом 8000 по голде эмпайр по экспириенсу 7000 тоже в пользу российского коллектива хотя у нас тут все скорее всего российские коллективы черная лошадка ну в любом случае СНГ СНГ коллектива оставили в покое гирокоптера 33 на 7 у него на 10 минуте это ой-ой-ой как плохо если хотя бы пытались играть в профессиональную доту или хотя бы ЦМ и катать знаете цифры но это в принципе около 80 на мейн керри около 80 крипов за 10 минут а здесь за 10 минут 40 нет у гирокоптера и это хуже чем печально еще и одна смерть к тому же ну этот недофарм в принципе 10 минут прошло но твор сможем глянуть недофарм просто чудовищный гирокоптер аж на четвертом месте очень быстро справились с Митти Мамой Спирит Брейкер отправляется 11-м в таверну команда 4 лошадки черная лошадка 4 черные лошадки четверг 4 числа 4 черные лошадки чернили чертили черными чернилами чертеж не просто хотя и не сложно ну и смотрите о каком лоу хп темплар ассасин здесь сейчас будет действовать трэп себе под ноги просто под финс гриппом от Бейна забирают мейн керри команды черная лошадка ну проблем никаких нет темпларка из молда ударила дальше с руки наваляли да и финс грипп короче говоря тут очень похожа ситуация на позапрошлый матч когда Эмпайр просто развлекалась по карте и опять присутствие Найт Сталкера в этом списке ну и видите что резолюшн себе приобретает он покупает поинт бустер значит готовится к приобретению аганима а это говорит о том что Эмпайр очень уверенно себя чувствует и свое преимущество решили реализовать в полный контроль карты в дополнительную агрессию как можно больше видеть чтобы как можно больше убивать в целом все достаточно ровно идет 11 минута у Дума 117 крипов учитывая тараканов которые как бы не пытались с Бруда водить Дум убивает Дум убивает и у него одна из главных целей я смотрю просто издеваться ты можешь стоять говорит спрятанно я просто у тебя на глазах буду убивать твоих детей а потом по кругу повторю это все как бы у Бруды вообще ситуация печальная если нас смотрят сейчас те у кого есть свои дети я думаю вы поймете это грустно Бруда стольких своих детей здесь пережила уже ну что Бруда в итоге практически ничего не имеет по артефактам да у нее есть соль ринг на 12 минуте она должна была линию снести ну и Дум вешает ульту у нас на Брудмазер под еще и под Скоркетерс в принципе сгорает очень быстро вы видите артефактов на хп вообще никаких Бруда даже ПТ себе пока еще не купила хотя деньги были сейчас об этом уже поздно наверное думать тут скорее всего сноубол будет от Тим Эмпайр пока что видите графики ни на секунду не повернулись вниз и как вы можете по счету понимать не было причин чтобы графики хоть на немножко поползли вниз ни одного килла команда Черная Лошадка не сделала Резолюшн вместе с Алоха Дэнсом еще один килл гляньте как Алоха Дэнс зажигает в каждой игре постоянно куча убийств тут я не думаю что на Бэйне можно сделать рэмпадж в этой игре да и вообще в любой игре на Бэйне сложно сделать рэмпадж так если только побьют всех оставят на Алоха Пэй и оставят Алоха Дэнса с руки и всех таковыривают ну и Сайлент уходит у него есть фазы он очень быстро бежит у него есть фазы еще и подскольку Тес он может бегать невероятно быстро он и уходить отсюда не собирается я так понимаю он будет просто отхиливаться за счет Владмера и дэмэджа Резолюшн отсюда убегает ловит у нас еще и задувку от Лины но в целом сильно так не потрепали Йоку развлекается опять же с брудмазерными детьми ноуфир Дэзвар прямо по Сергио Агуэра минус 1 фраг от ВИЧ Доктора и 16-0 становится общий счет 13,5 минут сыграно 16 тысяч перифарма 16-0 счет вот так вот гуманитарий все цифры в уме держит Резолюшн выходит на хит 437 его-то здесь будут сейвить Финс Гриб просто в никуда на Герокоптера но тем не менее время выиграли Герокоптер должен уходить с линии стоять ему здесь прямо таки скажем противопоказано давайте пробежимся по артефактам у Резолюшна уже почти готов Аганим у Дума уже есть Сэнш до Яши остается тысяча четыреста нет просто тысяча голды конечно же остается Думу если это будет Сэншин Яша скорее всего на ранних минутах если это Сэншин Яша там минуте на 17 почему бы и нет скорость бега есть и нужна скорость атаки тоже нужна барабаны есть становится вот таким прилично мобильным Дум Фазы Скорки Тос врезался в Сэрхиорам Агуэра просветки не требуются потому что у Ноуфира уже позволился гем приобрестись Ноуфир может в принципе все что хочешь делать у него четыре убийства шесть смертей и любыми вообще правдами-неправдами но гем выносится при любом раскладе побежал Спиритбрекер наверное просто чтобы не встретиться ни с кем Хи-437 под ноги пытается себе Лайстрайкеры делать ну и корова должна отменять разгон 18-0 счет на данный момент Дота вещь непредсказуемая такое конечно отыгрывается но для этого у команды Эмпайр должно парализовать я не знаю наверное 7 из 10 верхних конечностей у пятерых игроков чтобы 3 человека просто выключилось всего того одна рука была последний был бы так как бы кого бы назвать да что-то не обидеть ну кто-то был бы уборщица пришла бы и начала играть и то я думаю что такие игры сложновато будут при этом проиграть кстати гляньте новая анимация или может вы видели я только увидел Sonic Trap новая анимация очень похожа на свечение экрана телевизионного или любого в принципе особенно если вы там объектив камеры через объектив камеры смотрите это все интереснее видно симпатично и бабочки летают рая выключить телевизор комары летят ну и приносит Сашу Яшу себе Silent у No Fear я так понимаю в перспективе аганим будет еще 390 уже на руках у него поэтому можно прийти себе пойти себе поинт бустер приобрести у Резолюшена после аганима еще 600 на руках так это чей гем у Night Stalker гем и у Вич Доктора гема нет это гем Вич Докторовый No Fear купил отдал Night Stalker все таки он бегающее звено вроде бы и милишник вроде надо близко где-то быть медленный ничего подобного Night Stalker в принципе такой вечный блинк скорость бега огромнейшая ночью тем более это еще он фазы не приобретал это он на ПТшке бегает поэтому в принципе всегда если надо куда-то вклиниться я думаю что и своими ногами Night Stalker вклиниться ну и 4Л честно говоря особое какое-то особое сопротивление не оказывают команда Empire делает что хочет главное не перебаковать это основная цель в целом все уже в этой игре практически решено медленный падает и как подойти черная лошадка в принципе не знает есть хороший ульт есть гирокоптер ну что пошел у нас колдаун и зацепил только резолюшена распределилась у нас драка здесь били одного спиритбрейкера а здесь били Doom'ом спиритбрейкера убили Doom еще и отошел к своим развернулся дальше пошел файтиться а там без вариантов ну и Templar последний удар под хвост гирокоптеру минус 5 от команды Empire и это Rampage от Йоку на Templar и Aloha Dance просто вы видите что делать просто отправляет его в сон в их уси говорит какого черта за Rampage на хайграунде в финале игры отвечают только я Aloha Dance нон стоп должен теперь в сон отправлять у нас Йоку мстить за все это еще и Infibol если бы вкачал бы да и можно было положить положил бы ну забавная ситуация но в целом в принципе понятно что игра уже сыграна 18 минут 26 тысяч перефарма нет двух линий ни одной смерти реально в сухую если в первой игре хотя бы кто-то умер там 23-2 по-моему закончили здесь пока никто не умирает и вариантов для этого ни у кого и нет в Templar 5900 на руках ну один удар из Мелда и у гирокоптера нет в принципе как такового ну и загнали под фонтан издеваются Templar прыгает Templar дерется у нее есть аэго ей не печально ну и вытащили еще и Templar ну такая развлекуха на грани обиды и унижения мама я смотрел это видео он кричал я не хочу умирать я не хочу играть с Empire это вот как писали у нас в чате достаточно забавная ситуация ну в этом парадоксальность есть аматорской доты этих шансов которые Valve дает своим всем игрокам аматорским якобы попадайте на очень крутые турниры попадайте у вас есть все шансы мы даем вам возможность попадать и ты к квалификации начинаешь играть и потом на тебе в третьей или во второй или в первой даже игре с кем-то Шимпайер играл на первую игру ты попадаешь на топовый один из топовых коллективов коллектив который там на интернешнле участвовал вышел куда-то в места кого-то побеждал и и какие ж тут шансы к чертовой бабушке хочу я спросить команду Valve ну шанс есть у вас есть шанс вы можете побить всех если если вам очень сильно повезет с сеткой если очень сильно повезет с фейлами соперника Вич Доктор угорает и это в принципе все как Empire провели этот матч описывается Йоку 839 гпм 742 у Silent и Resolution здесь 585 по киллам 15 на 0 Йоку идет в целом все очень даже ровненько и стабильно вышло для команды Empire ну что 3 или 4 матча сыграно по-моему уже одна ну 64 по-моему одна 64 если я не ошибаюсь у нас впереди ребят еще раз не забывайте подписываться на канал на Твиче группа ВКонтакте все это сейчас плашкой